В Актобе в центре скандала оказался центр Айала, где воспитываются дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Накануне ночью там не приняли пятилетнего мальчика, которого волонтеры вместе с полицейскими забрали из пьяной компании взрослых. Среди них была и мать ребенка. Почему мальчика не принимали в центр? Сколько детей на сегодня воспитываются в учреждении? И правда ли, что оно переполнено? Эльмира Ержанова расскажет подробности. Волонтер Екатерина Голотина не первый год, помогая детям, которые живут в неблагополучных семьях. В этот раз, по ее словам, после тревожного звонка с сообщением о том, что маленький ребенок находится в компании нетрезвых взрослых, она выехала по адресу, предварительно вызвав полицейских. Там на месте перед ними предстала нелицеприятная картина. В одной комнате среди мужчин и женщин, которые распивали спиртное, там же спали, справляли нужду, находился пятилетний Саша. Ребенка как зовут? Саша. Саша, не плачь, не бойся. Он боится, он ее плачет. Да не боится. А он тебя не боится. Ребенка полицейские привезли в центр Айала, который открыли специально для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но Сашу в госучреждении отказались принимать, ссылаясь на то, что нет мест. На наш вопрос, что нам делать, они сказали, возвращайте обратно семье. Это как? Это вообще крайне неприемлемо. Перед нами закрывали двери, нам грубили, вообще с нами отказывались разговаривать. Я вообще не понимаю такого отношения. Почему не предусмотрели? Если места заканчиваются, значит, еще нужно какое-то здание. Или доставить сюда койки места. Ну вот, какие-то меры нужно предпринимать. Центр Айала, как выяснилось, переполнен. По словам директора Жаналсон Нургалиева, вместо 40 детей здесь уже находятся 43 человека. Это дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет. Но даже не этот факт стал причиной отказа. Руководители учреждения утверждают, что по документам, предоставленным полицейскими, мать ребенка была в легкой степени опьянения. А это причина, чтобы отказать в принятии ее ребенка. У матери была легкая степень опьянения. А это значит, что родитель может отвечать за ребенка. У нас никогда не принимают детей, у которых родители в таком состоянии. Мы не имеем права. После этого мне с областного управления образования сообщили детали, и мы приняли. Выяснение всех деталей произошедшего заняло полтора часа. Все это время ребенок спал на кушетке в коридоре. Во втором часу ночи для Саши место нашли. Но как в дальнейшем будет складываться судьба других детей непонятно. Ведь оставшихся без попечения родителей и сирот меньше не становится. А в управлении образования только после инцидента начали думать над тем, как можно решить проблему. Эльмира Ержанова, Азамат Купегьянов, Информбюро, Актубер.